Друзья, всем привет! Не мог не записать это видео, ибо сегодня последний день контракта нашей танцовщицы, которая отработала... Сколько ты у нас отработала? Два года. Два года. Представляете, друзья, два года человек не был дома, два года жил в Таиланде, два года тут работал. Видеоинтервью вы все прекрасно видели, наверное, недавно я выкладывал, поэтому излишне задавайте вопросы. В принципе, можете писать Леле в Инстаграм, я скину ссылочку, она будет помогать вам решать какие-то вопросы. Тем не менее, Ирина, вот ты уезжаешь домой, два года отработала. Буквально вот пару слов девочкам, которые собираются к нам. Что ты можешь сказать? Стоит, не стоит ехать? Что это вообще было? Что произошло вообще с тобой за два года? Я скажу, что я здесь кардинально изменилась и внешне, и морально, морального плана, и плюс это место, идеальное место для старта. То есть, если вы ничего не умеете, то здесь у вас предоставлено все, чтобы научиться и потом стартовать в другие места. Просто идеальное место. А в плане вот обучения, работы, ну что, вот девочки собираются, испуги, страх, интим, секс, там, принуждают, не смогу заработать деньги. Что вот? Обучение бесплатное здесь, меня учили и танцем, и английскому, и менеджера поддерживали, помогали. Вот, по поводу интима, рабства и принуждения всех этих, это вообще полный миф, потому что здесь такого нету. А ехала? Не интересуется. И за это вообще штрафуют, и еще и со штрафом, еще и отправляют домой, так что с этим. А ехала, боялась этого? Я, в принципе, увидела просто строку строго без интима, что за это штрафуют и депортируют. И я поверила просто на текст, на видео, все, что я увидела в группе, и поехала. Надежды оправдались? Да. Понятно. Ну, уезжаешь ты от нас, как это, со слезами на глазах? Это как дом родной. Уже, да? Это как будто я домой еду в гости, как бы вообще, не знаю, отпуск за границу, отсюда, а не сюда. Слушай, ну круто, на самом деле, да, что, ну, действительно, встречать таких сотрудников, и, собственно, провожать, да я как вожатый здесь, знаешь, как в лагере, да, то есть встретил, проводил. Ну, классно, круто. Слушай, ну, в любом случае, все мы, и в том числе я желаю тебе успехов в дальнейшем твоей жизни. Вот, и последний, маленький, немаложный вопрос. Нередко меня спрашивают, вот, ставку в конце контракта не получаешь, или там не выдают, все, типа, куда-то там сожралось, куда-то пропало. Ты сегодня ходила за расчетом бухгалтеру? Да. Получила деньги? Да. Стесняюсь? Я скажу, что я тоже слышала о таких разговорах, и что не все выплачивают, но я сверялась с тем, что я знала, за что мне снимут, и с тем, сколько я получила. Твои косяки? Да, мои косяки. И, осмотрев лист, на котором все указано, расчет от А до Я, то, как бы, все правильно там высчитали, ничего лишнего там не было, как бы, и я свою ставку получила. Да ладно, у тебя деньги. А ну, полистай. Ну-ка, ну-ка. Денег, денег, денег. Ну вот, друзья, видите, люди получают... Так что, без денег я, думаю, не уеду. Ну, крутяк, крутяк. Ну, ясно? Еще раз желайте удачи во всех твоих будущих начинаниях, вот. Ну, и, надеюсь, вдруг, может быть, приедешь, а может быть, нет. Ну, не страшно. В это место нельзя не вернуться, это просто любовь. Ну, классно. Ну, все, давай, всего доброго. Пока-пока.